Всем привет! Хотела снимать это клуб без очков, но такое сонно, что я даже вот под крышей на парковке стою и это не помогает, не могу сюрить, когда снимаю. Так что сегодня у нас очередной влог и сегодня-сегодня я куда иду? Мы начинаем активно готовиться к нашей куматрии, вот поэтому мне надо платье заказать, мало очень времени осталось, жалею, что я еще в начале лета не спохватилась за это все, но что делать? Сейчас съеду, я знаю, что я хочу, но то, что я хочу очень-очень дорого, поэтому я не знаю, если это точно такое, как было в моих представлениях, вот заказать, но сейчас все обсудим и посмотрим. Ну давайте я вам покажу, что я сегодня одета вот в такой топик, который мега удобно, потому что не надо надевать нижнее белье, потому что и нижнее белье, и майки, в общем, это сейчас очень жарко. Вот такой топ для такие вот бирюзовые очень красивые шортики и, кстати, я сейчас скажу, вот с этой сумочкой моей обожаемой от Ted Baker раньше я носила кошельки почему-то, а сейчас я так поняла, что с этой сумкой удобно, просто единственное, что не очень удобно здесь деньги держать, а так сумка очень классная. Подписана я на одну страничку в инстаграм с констоварами и как-то не была в этом магазине никогда, но вы знаете, я люблю констовары, в общем, останавливаемся и купилась этот магазин у меня перед лицом. Зашла, я тогда купила вот такую ручку с обезьянкой, девочки такие, девочки, а сейчас вообще я стою и жду, чтобы не открыли, потому что не отвечают ни на телефон, ни здесь нет звонка. Ой, я пока попала в город, сейчас побегу вот в этот магазин, а меня спрашиваете, где я покупаю обычные книги. Значит, надо пойти купить какого-нибудь красивого колобка Эмилии, потому что она все уже страницы с колбком в утром. Ну вот, купила я две книжечки, тропические фрукты, мне понравилось, что каждый листочек в виде фруктика очень интересно, и любимую ее сказочку. Но это уже из разряда не удержалось, мне вообще противопоказано заходить в такие магазины. Тут тоже есть колобок, поэтому я купила, вот такой смартфончик, очень больно не было в центре. Мы вышли погулять, вот у нас такая классная новая резиночка, сегодня я ее купила, с кошечкой, нажимай. Вот так быстро пролетели два года, да, именно два года сегодня наши, уже не маленькой семье, потому что у нас трое, вот, и мой шикарный букет, он просто в роскошных оттенках, в моих любимых. Он, кстати, очень длинный, но это скорее будет понятно, когда я его буду держать в руках. Очень много красивых оттенков, цветов, прям. И также мы с мужем сделали друг другу подарки, это телефоны, мой черный Onyx iPhone 7 Plus, вот. Вот, но букет роскошный. У меня iPhone на 128 гигабайт, предыдущий у меня был на 60, и мне той памяти хватило на год, потом я стала удалять. Но так как я часто снимаю на него и видео, Jet Black называется цвет. Вот это в комплектации, как обычно, вот эти наклеечки, ключик для iPhone, для карточки, всякие инструкции. Я почему-то думала, что в этой модели идут беспроводные наушники, но я вот не пойму, вот это что такое. А здесь обычные, обычные наушники, как и были до этого. Но наушники у Apple, конечно, очень качественные, очень я их люблю. Вот, но я больше для компьютера подключаю. Конечно, здесь было зарядное, сейчас у меня телефон на зарядке. Ну что, давайте такая первая проба снять видео на новый айфончик. И, конечно, мне кажется, качество очень сильно отличается, потому что здесь, во-первых, HD на фронтальной камере. Еще мне понравилось то, что здесь есть вспышка на фронтальной камере, то есть достаточно четкие, даже в темноте получается фотографии. Я вам говорила, что у нас сегодня годовщина, сегодня регистрация брака. Так вот, у наших соседей сегодня свадьба. И мы прям смотрели, как забирали невесту. Такая у нас такая, вообще такие приятные воспоминания. У меня же мурашки по коже, когда забирали невесту. Вот эта музыка, все, вот знаете, прям вспомнилась атмосфера того дня. В общем, очень классно. Вы знаете, я говорила про свадьбу, но я, конечно, не завидую тем, у кого сегодня, вчера, позавчера были свадьбы, потому что очень жарко. Вот у нас два года назад, у нас четыре была роспись. И, в принципе, конечно же, солнце было жарко, но так терпимо, да, даже вечером, вот. Конечно, там, где кондиционеры, это все хорошо, вот. Но фотосети на улице, мне кажется, уже в таком случае лучше делать фотосети где-то в помещениях, потому что можно растаять на солнце. Зашла в Терренбулу, направила базовых себе всяких майчик, они сейчас вообще по очень большей скидке. Вот этот цвет мне очень понравился, такой классный, бежевый, какой-то голубосерый. И вот такую серую, повседневную, классную и очень дешевую. Я не знаю, ну по качеству нормальные, я где-то года полтора вот так вот их точно нашу, да, то есть могу один сезон относить и потом еще половину следующего сезона, следующего лета. Потому что хорошо стираются, при том, что очень часто их стирают. Купила вот такой красивый чехол, нам прям очень понравилось сочетание черного и золотого, классно смотрится. Вот, а пленочку, я не хочу стекло, но пленочки чего-то мы нигде не нашли. Мы собрали за покупками, взяли Эмилию и надели красивое платьишко, мы сегодня в одном таком цвете. И представляете, у нас пошел дождь. Мы сегодня с мужем говорили то, что у нас вот в прошлые годы так жарко не было. То есть, ну, было несколько дней, да, у нас каждое лето очень жарко, но в этом году так долго, сколько, ну уже вторую неделю 37 градусов, ночью вообще невкусимо жарко, дышать нечем. Я помню в прошлом году, когда я кормила где-то в 5-6, Эмилию вставала, я открывала окно, я просто надышаться не могла, потому что такой чистый воздух, такой приятный воздух был. А в этом году открываешь окно, а дышать нечем, воздуха вообще нет. Вот, так что такие дела. Наконец-то пошел дождь, и даже вот стало попрохладнее, так немножко и потемнело. У нас ребенок читает везде. Ля-ля, да, вот. Вот, держи. Зато здесь жара. Вот это дождик, вот эти все смотрят, давно не видели такого дождя. Ля-ля, да, 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 да. Ля-ля, да, да, да. Ля-ля, да, да. Ну, достой, стой, пасть короткая. Хотела вам показать, как выглядит телефончик в новом своем чехле. Посмотрите, какая прелесть. Очень красиво. И сочетание просто обалденное. Черный и золотистый. И, кстати, вот здесь я пленку очень хотела, но нигде пленки нет. Почему-то везде стекло. Сначала не понимала, почему, а потом увидела разницу в цене. Пленка стоит 50 лей, а стекло стоит 200 лей, меньше всего. Соответственно, пленки нигде нет. А я возвращаюсь к своим любимым продуктам. Вот такая маска. Это для сухих и нормальных волос. Глубокое увлажнение. Мне кажется, немного объем изменился, она стала чуть больше. По запаху то же самое, завтра уже буду тестировать. Расскажу вам. Девчонки, будем заканчивать этот влог. Мы только вернулись, но уже 8 часов, скоро Эмилию надо укладывать. Вы знаете, у нас такой перепад температуры. Было 39, когда мы сегодня по городу ездили. А когда сейчас приехали домой из Мола, 22. Представляете? Сейчас дождь идет, так прохладно. Я думаю, а может мы наконец-то выспимся сегодня? Да, что я хотела сказать, уже начали поступать вопросы по поводу айфона. Потому что я показывала в инстаграм. И все спрашивают, ну как тебе нравится айфон? Я не знаю, кому уже не нравится новый айфон. Вот, хороший. Правда, я еще к размеру не привыкла. Да, то, что он большой, у меня 7+. Вот, и поэтому... Что? Вот уже зовет меня Эмилька. Вот. Что мне больше всего понравилось, это лифт фотографии. Они были в 6С, если я не ошибаюсь. У меня до этого была шестерка, и там лифт нет. И знаете, что мне вот эта функция живой фотографии напомнила? Фильм Гарри Поттера, когда там в газетах были вот эти фотографии, которые движутся. Знаете, я мужу сказала, он смеется. И вот лифт фотографии хотела вам показать. Смотрите, какие они классные. А с телефонами у нас вышла вообще интересная история. У моего папы 5 августа день рождения. Она же года в 7 на 6. Так вот, папа хотел новый себе телефон. И мы как-то подумали, что надо бы всем обновить телефон. И вот, в общем-то, так получилось, что да. А, все мы обновились. Даже у Эмилии новый телефон. Но у нее вот, правда, вот такой телефон. Да? Какой у тебя телефон? А ну, показывай, включай. Нравится и то, что он тоже, вот видите. Тоже вот так кнопочки, как и на наших телефонах, включаются. Вот, в общем-то, интересно, понравился он мне. И вы знаете, прям часто. Танцует, танцует она. Ну что, девчоночки, давайте будем заканчивать этот влог. Я побежала искать пригласительные. В смысле, искать текст для пригласительных. Потому что я знаю, какой я дизайн хочу. Вот, да? Потом мы пойдем на улицу. Сегодня-завтра также я уже должна определиться окончательно с платьем. Хочу, чтобы в одном стиле было. Но посмотрим, как бы я не загадываю. Потому что вот сегодня-завтра точно буду знать, где я его закажу. И, скорее всего, что это тоже будет в России. Вот, а не здесь. Да? Вот. Да. Все, увидимся в новых видео. Пока. Скажи пока. Скажи пока. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...